Нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающие. Не буду думать о своей душе. Зачем это все? В нашем обществе действительно многие люди говорят примерно так. Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, здравствуйте! После некоторого летнего перерыва снова с вами комментарий недели. 5 августа этого года в Обскове, в квартире, где он жил, был убит протеерей Павел Адельгейм, священник, которого многие знали и многие почитали в нашей церкви. Он был убит человеком, который явно говорил, что он послан сатаной. Человеком, который явно не контролировал, скорее всего, свои действия. Человеком, который приехал к пастырю для того, чтобы получить духовное назидание. И был вдруг сподвигнут злой силой на то, чтобы пастыря убить. Этот человек, наверное, еще будет рассказывать о своих действиях. Он сейчас находится под следствием. Но само то, что он кричал, бегая по прихрамовому пространству, о том, что его побудил на это убийство сатана, говорит очень о многом. Силы зла, силы ада сегодня ополчаются на церковь, на ее пастырей, на само имя Христово. И нам нужно сегодня особо заботиться друг о друге о том, чтобы вот эти силы зла, которые особенным образом ополчаются на дело и Слово Божие в мире, не имели успеха, по крайней мере, тогда, когда мы можем друг друга защитить и проявить ответственность за то, чтобы дело Божие совершалось в странах исторической Руси во всем мире нестесненно, чтобы никто не оказался запуган действиями сил зла, вселяющихся в того или иного безумного или якобы умного человека. Деятельность отца Павла Адельгейма у одних, как я уже сказал, вызывала почтение и благоговение, у других вызывала споры. Сейчас этот пастырь в Церкви Христовой, который всегда оставался ей верен, несмотря на то, что его многие пытались убедить уклониться в раскол, и у него, судя по всему, были некоторые колебания душевные на эту тему, сегодня, оставшись все-таки в канонической церкви, предстоит перед Господом, и мы должны молиться о том, чтобы Господь простил его прегрешения и принял его душу в свои небесные обители. С его уходом из жизни не утихнут пересуды относительно того наследия, которое оставил этот известный священник. И эти споры, наверное, со временем будут гораздо более спокойными, чем в первые дни после его трагической гибели, в дни, когда некоторые люди пытались противопоставить его церкви, сказать о том, что он якобы был последним свободным священнослужителем в нашей церкви. Мы прекрасно знаем, дорогие, о Господе, братья и сестры, что это не так, что духовенство в нашей церкви, ее епископат, ее миряне сегодня высказываются по разным поводам, излагая подчас очень разные, даже сталкивающиеся друг с другом мнения, но при этом есть некий соборный голос церкви, есть голос ее тела, который выражается ее священноначальем, между прочим, всегда заботящимся о том, чтобы его голос был созвучен, прежде всего, истине Божией и, конечно же, голосу нашего церковного народа, который истину Христову чтит и который многие века старается жить согласно этой истине. Итак, разговор о жизни убиенного отца Павла, о том, что он говорил и писал, сейчас становится более спокойным, и самое время этот разговор вести в духе любви, в духе понимания и в духе спокойной оценки того, что иногда было им сказано и сделано, и того, как это соотносится с тем самым голосом всей церкви, голосом церковного народа и голосом правды Божией, который в церкви, как теле Христовом, всегда присутствует и всегда будет присутствовать, как мы хорошо знаем из обетований данных самим Господом и Спасителем. Мне приходилось встречаться и беседоваться с отцом Павлом Адельгеймом, это всегда были очень доброжелательные и спокойные беседы, мы вместе выступали на разных конференциях, не соглашались, конечно же, по многим вопросам, которые касаются современного состояния церковной жизни, ее будущего развития, того, что в ней законно и правильно, а что нет. На некоторых собраниях мы достаточно активно вступали и в приватные, и в публичные дискуссии, но всегда это была достаточно доброжелательная дискуссия. Это не был разговор врагов, это не был разговор людей, которые принадлежат к разным религиозным общинам, к какой-то одной церкви и другой церкви, свободной церкви и несвободной церкви, прогрессивной церкви и консервативной церкви, это был братский, достойный разговор. Точно так же, когда отец Павел высказывал в полемике мнения, которые радикально расходились, не только с позиции священно-начали, но и с тем, как думает, мыслит и живет наш церковный народ, тоже никто не проявлял к отцу Павлу никакой враждебности и никакого стремления вынести его как бы за рамки церковной жизни, за церковную ограду. Когда происходила полемика вокруг кочунственной акции в храме Христа Спасителя, и без преувеличения практически все наши пастыри и миряне были солидарны с церковным священно-началием в том, что оно сказало, потому что церковное священно-началие на самом деле выражало мнение нашего клира и нашей паства. И в случае, когда отец Павел высказался против присутствия церкви в школе и в армии, хотя это является нормой для всех государств, в которых народ хоть в какой-то степени чувствует свою связь с христианской традицией, и это являлось нормой в дореволюционной России, и эта норма была нарушена в ходе действий тех самых богоборцев, которые стали причиной страданий отца Павла в лагерях во время государственной борьбы с религией, и при этих моментах разногласий так же никто не стремился вычеркивать отца Павла из церковной жизни или объявлять его недругом церкви. Разномыслия бывают. Но в одном вопросе хотелось бы особенно вспомнить о той полемике, о тех непростых разговорах, которые происходили и у меня с отцом Павлом, а может быть и у многих других священнослужителей и мирян нашей церкви. Выступая по многим проблемам церковной жизни, отец Павел всегда подчеркивал примерно следующее. Приходская община должна быть самостоятельно в управлении. Избранные ею люди, управляющие жизнью прихода, должны иметь определенную достаточно широкую автономию от епархии, от епископа, от церковной полноты. Предполагалось сделать так, чтобы без голоса определенного количества мирян, очевидно, имелся в виду также и голос священнослужителя, голос, объединяющий местную общину, ничего нельзя было сделать ни епископу, ни епархии. Более того, очень часто отец Павел повторял такое достаточно привычное, но странное выражение. «Мои приходы», «Мой храм». Известно, что духовенство часто так говорит. Я сам когда-то так говорил, но вдумавшись в это выражение, я однажды сказал себе, нельзя его употреблять православному священнику. Нет такого понятия для настоятеля, или навестника монастыря, или иного священнослужителя. «Мой храм», «Мой приход». Приход – это место, куда мы поставлены Богом. Сегодня поставлены, завтра мы скончаемся, или окажемся где-то еще на другом месте служения. И поэтому всегда, когда священник слишком сильно привязывает к себе свой приход, своих пособных, своих духовных чад, это очень нередко оказывается состоянием, из-за которого потом возникают духовные проблемы в жизни и самого священника, и тех людей, которых он к себе намертво привязал. Жизнь меняется. Как я уже сказал, люди покидают этот мир, в том числе священники. Люди переезжают из города в город, их назначают на новое место служения. И излишняя привязанность, при которой люди приходят не ко Христу, а к батюшке в храм, может стать началом оскудения духовной жизни, а то и раскола, а то и настоящей духовной трагедии. Действительно, сегодня очень важно, чтобы люди, которые приходят в храм, участвовали не только в повседневных приходских делах, но и в управлении приходом. Понимали бы, что делается в приходской общине. Несли бы какую-то ответственность, в том числе материальную, за то, что происходит в ней, за ее развитие, за ее повседневные труды. И поэтому идея повышения роли, мирям в жизни приходы, их ответственности за состояние прихода, это очень правильная идея. Когда мне приходилось участвовать в разных дискуссиях, в том числе тех, в которых выступал отец Павел Адельгейм, я всегда поддерживал идею максимального участия миряны в жизни прихода и в управлении им. Проблема может возникнуть тогда, когда та или иная группа мирян, местных жителей или людей, связанных с приходом тем или иным материальным фактором, материальной помощью, получают в приходе абсолютную власть. Когда никто им не будет указан, ни епископ, который управляет епархией и несет всю полноту, единоличной ответственности за происходящее в этой местной церкви, в этой епархии, так определено священными канонами, и настоятель, который может оказаться новым, и люди, которые так или иначе могут по-разному смотреть на церковную жизнь и на жизнь прихода, но не входят в круг избранных, в круг тех, кто является, например, учредителями прихода или руководством прихода состоящих из мирян и, может быть, священнослужителей. В этом случае мы очень просто можем прийти к той ситуации, которая сложилась, увы, в некоторых инославных, особенно протестантских общинах, а иногда и в православных приходах на Западе. Имеется в виду ситуации, в которых группа людей 10, 15, 20 человек, 50 человек, являющихся либо учредителями прихода, либо его спонсорами, либо местной общиной, местными жителями, или иными привилегированными прихожанами, определяют в жизни прихода абсолютно все. Не понравился священник – не примем его. Нравится старый священник, не нравится новый – будем настаивать на том, чтобы был возвращен старый, иначе закроем храм и не будем позволять совершать в нем богослужения. Не нравится что-то в канонической церкви – уйдем в раскол или в другую конфессию. Так, к сожалению, часто бывает. И проблема здесь именно в том, что в определенный момент церковной жизни было утрачено сознание церковной полноты, сознание принадлежности прихода к церкви в целом, которая возглавляется епископом, к поместной церкви, которая возглавляется ее предстоятелем, к вселенскому православию, которая объединяет разные поместные церкви и которая предполагает Божию власть через власть епископа, а не власть тех, кто платит деньги или имеет некие заслуги в приходе, или связывает себя с местным населением и поэтому считает себя вправе ставить местные интересы на первое место по отношению к общецерковным и по отношению к более широким географически понимаемым интересам. Когда группа мирян или группа духовенства или настоятель начинают мыслить и действовать так, что видно, они воспринимают приход как наш приход, как мой приход, не соотнося его с церковью в целом, не понимая, что церковью руководит сам Господь через епископа, через правящего епископа, начинаются опасные тенденции, начинаются создания условий для того, чтобы в том или ином месте, в месте, где возобладала бы такая психология, возникли бы условия для появления все новых расколов, которые выгодны и нужны только недругам церкви. И не случайно некоторые люди, которые явно к нашей церкви враждебны из всего того, что делал отец Павел, из всего времени его служения, его страданий, его исповедничества, его пастерской деятельности, из всего, что он говорил и писал, выделяют только так называемое стремление к демократизации церкви. То есть к тому, чтобы каждый приход получал возможность быть максимально независимым от остальной церкви. И получал возможность свободного плавания и подталкивался бы к тому, чтобы в такое свободное плавание уходить. Да не будет этого с нами. Будем помнить о том, что Церковь Божия это не сообщество индивидуумов или групп индивидуумов, которые заботятся только о своей власти и независимости, а это сообщество, братья и сестер во Христе, которые объединены в одно тело, не наше тело, не мое тело, тело Христово. Как вы знаете, святейший Патриарх, узнав о кончине, об убиении отца Павла Адельгима, помолил о своем упокоении. Правящий архиереи Псковской епархии владыки митрополит Евсевий выразил соболезнования матушке, вдове отца Павла Вере Михайловне, его родным и близким, и сказал, в частности, такие слова. Дай Бог вам силу, чтобы пережить с христианским терпением этот самый тяжелый момент в вашей жизни. Господь доупокоит его, говоря о почившем своих небесных обители. Будем молиться о его упокоении, и мы, и будем молиться о том, чтобы Церковь Христова всегда была непоколебимой от всех на ветвражия, чтобы она всегда сильная своим исповедничеством, ревностью своих пастырей, по слову святителя московского Тихона, творила дело Божие, и доничтожа успеют сыны беззакония. Мы можем начать жить совершенно другой жизнью.